Я вам вручаю памятку по действиям, которые необходимо будет в случае подъема воды предпринимать. Вы живете здесь уже очень давно, да? Живелась и выросла. Всю жизнь тут. В районе созданы пункты временного размещения. Если вам необходимо будет переселиться на время паводка, вы мне тогда об этом сейчас скажете. Мы вам определим место, куда вас в случае необходимости будут выселять. Везде уж миленько ездила, по всем углам таскалась. Как в каком углу приеду, шесть человек детей, сама седьмая. Куда вас? У нас места нет, уезжай куда хочешь. У нас на всех места хватит? Научилась уже за всю свою жизнь, как принимает наш брат коварным воды. Нет, у нас в районе созданы 34 пункта временного размещения. У меня уже паспорта собраны, документы собраны. Лодка из КК подъедет в окошко здесь улезу. Или с балкона прыгнет там лодку. Так, куда-нибудь увезут. Там и буду жить. Вы уже привыкли? Привыкла, дочка. Да что уж мне говорить-то. На подловке печку поставим и там варим. И скотина у нас там, когда есть свиньи, и куры, там все на подловке. И все вещи на подловке. Не волнуйтесь. Уж этот не боюсь. Не первый снег на голову идет. Лодок нету, подъезд нету, нету. Связи никакой нету. Связи тоже нет. Свет отключают. Ни магазин, ни продуктов, ничего нет. Считайте, что телефон отключен. Таксофон затопит водой. К нему не подъедешь, не подойдешь. Давали раньше Урал. Мы ездили прям по воде. Но это же страшно тоже. Вот представьте себе, Урал захлестывает водой, и ты едешь. Дороги нет, кругом вода. А ты едешь вот. Это же вот он встанет, Урал где-нибудь. И все. Выпрыгивай, иди пешком по воде. И ходили. Ходили. И ходили по воде. Вот так и идешь. А идти на работу надо. На работу надо, с работы надо. Сейчас надо самое главное, чтобы было, конечно, обеспечение. Катер был дежурный стоял. Лодки были, чтобы подъехать к катеру. При тех уровнях, которые предварительно прогнозируют, это по рекам Белой и Уфа 670-770, по реке Белой 570-670, в зону возможного затопления у нас попадает поселок Третья пристань и кооперативная поляна. Уфа порядка 180 домов с населением около 630 человек. Три года это не топило. ГЭС построили, не стало так топить, не было. А то вот, по крыше вода через сарай. Самый большой павод какой-нибудь, помните? Ой, это было в 79-м году. Самый большой. У меня и дом унесло, и все унесло. Остались вот так, как были. А это что, это все ерунда такая-то вода. И это пережили. И что, Бог дал, добрые люди, кто подушку принес на сухом берегу, люди живут, ведь тоже друг друг помогали. Так, посепенно, и опять на ноги поднялись. Так что, не бойтесь ничего, девочки, пока живые. Берись в жизни, все, что Бог дает. Не надо падать духом.